Департамент природных ресурсов и обеспечения Охрана окружающей среды Приморского края издал указ о приостановке действия лицензии на пользование недрами. И всеми путями стараются его закрыть не мытьем, так катанием. Владивостокский бутощебеночный завод был построен 25 мая 1953 года и обеспечивал потребности колоссального роста объемов капитального строительства в Приморской столице в начале 60-х. Можно сказать, что на щебне, произведенном в БЩЗ, стоит весь Большой Владивосток. Это жилые дома, офисные здания, корпуса производственных предприятий и социальных учреждений, дороги. Пилоны моста на остров Русский тоже стоят на отсыпке из бутового камня, добытого в карьере завода. Сегодня Владивостокский бутощебеночный завод – современное высокотехнологичное предприятие, выпускающее внушительный ассортимент продукции. Проблемы у производственников начались в 2015 году с внеплановой проверки Департаментом природных ресурсов. За первой проверкой последовала вторая, затем третья, а после каждой ревизоры выдавали руководству завода грозные предписания за подписью главы Департамента Александра Коршенко. Якобы предприятие работает с нарушениями существующих норм и требований технических условий. Проектную документацию отработки карьера переделывали уже пять раз. Под всяким соусом, находя всевозможные причины, замечания, ошибки в нашем проекте, Департамент не согласовывает его. Хотя проект был сверстан, сделан Гипронерудом. Гипронерудом – это очень серьезная организация, которая работает уже на рынке больше 70 лет. И очень грамотные специалисты там, квалифицированные работают. Но, увы, Департамент поставил себя выше всех, выше вся, и под всяким соусом не согласовывает нам проект. Подчеркнем, за вот много лет работает по технической документации Петербургского института Гипронеруд. Этот проектный институт был основан в 1948 году постановлением Совета министров СССР. Питерцы почти 70 лет проектируют крупные современные дробильно-сортировочные заводы и гравильно-сортировочные заводы с карьерами. Проектные разработки Гипронеруда внедрены и успешно внедряются не только в России, но и на постсоветском пространстве. И только Департамент природных ресурсов администрации Приморского края эту документацию не признает. Все эти проверки, они, это политика, игра политиков, так скажем. Как уже конкретно фамилия фигурирует, Коршенко, да, это Департамент природных ресурсов, он начальник. Его, как говорится, указаний, все эти проверки, все предписания, которые нам даются, они выполняются, подается заново проектное согласование. Опять новые предписания, порой даже повторяются предписания. То есть явно понятно и видно, что это делается все специально для того, чтобы мы прекратили свое производство. Несогласование проекта ведет за собой приостановку добычи бутового камня, основного сырья, на котором работает завод. Сейчас предприятие функционирует, люди получают зарплаты, но живут в напряженном ожидании будущего. Ведь если власть не даст добро, более 200 человек, а семьями около тысячи могут остаться без средств к существованию. Привлекает, конечно, стабилие, стабилие предприятия. Как уже неоднократно было сказано, у нас все кризисы, которые у нас были, мы пережили очень спокойно. Ни один из наших коллег не переживал за рабочее место, ни один из коллег не переживал, что не будет выплаты зарплаты. Зарплата в белую, а детям предоставляются путевки в лагерь. На данный момент мы добились нашей изменениями технологии морозостойкости 300. Это 300 циклов замораживания и оттаивания материал, который используется в мостах, дорогах. Мечтали мы строить нашу окружную дорогу, скажем так, в КАД, используя наш материал. Он замечательно бы подошел под все характеристики и по стоимости в том числе. Да что говорить, бетоны все, которые во Владивостоке, замешанные на щебне, будто щебенки. В тревожном ожидании и представители строительных компаний, работающих с инертными материалами. Найти замену Владивостокского завода будет непросто. Как минимум, потому что ближайшие карьеры находятся далеко за городом. Интересно почему, потому что сегодня позвонили, сегодня же привезли, да, для нас это вообще прям лайтовый вариант работы. Второе, ну, есть разрезы, да, ну, вы же понимаете, что партизанские районы, надежинские, ну, сегодня сломалось оборудование, дробилка, еще что-то. Все, нам не могут этого поставить. Это приведется к дефициту рано или поздно. Не стоит забывать, что край активно строится и инертные материалы нужны на многие объекты. Даже если строителям удастся найти надежного производителя, нужно наладить стабильную поставку и заложить в стоимость расходы на логистику. Если, допустим, тонна от сева дробления здесь на ВБЩЗ стоит 150 рублей, то логистика этой тонны, доставка из одного места в другое, плюс 700 рублей. Значит, мы будем загладывать себестоимость нашей продукции уже не 150 рублей, а 850 рублей. Отсюда пострадает бюджет строительных организаций и тех тендеров, на которые претендует строительная организация при строительстве того или иного объекта. Понимая всю сложность ситуации, люди выходят и на одиночные пикеты. Вчера слесарь ремонтно-механического цеха завода Николай Сайфулин простоял у здания Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края несколько часов. На его плечах ипотечная квартира и содержание семьи, а на плакате цитата президента Владимира Путина, призывающая не кошмарить бизнес. К нему нужно заметить, так и не вышли чиновники, сделали вид, что их это не касается. И никакой ответственности, никакого человеческого порыва. Ведь твой собрат стоит с видом просителя, так проявите хотя бы человеческое участие. Не говоря уже о требованиях, предъявляемым госслужащим выслушать обратившегося и дать четкий ответ в поставленные сроки. Хотим добиться, чтобы данное управление выдало нам лицензию и разрешило нашему заводу работать дальше. Потому что у нас, как у работников, уже не остается выбора просто. У нас все кредиты, мы брали квартиры в ипотеку. То есть, если завод закроется, соответственно, нам негде будет жить, нечем кормить семьи. Остается надеяться, что чиновники услышат голос производственников, да и просто людей, которые уже в сентябре рискуют остаться без работы. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.